всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы с вами я зажгу благовонию сандал как я люблю так всем во первых отличного дня отличного утра настроения все то что вы желаете себе потому что знаю что многие из вас начинают свое утро со мной сегодня мы будем делать расклад который предложила час секунду найду 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 александра маринченко и маринченко не знаю как правильное ударение прошу прощения заранее так дмит дмит называется он как вы уже видели как перестать быть удобным камешки наши здесь на три позиции будем смотреть я буду смотреть на колоде темного света нет я уже даже забыла как колода называется что-то темного по моему темного света просто вылетела из головы и она метафорических картах про тебя и это все про нем о нем так сейчас мы подготовим две секунды с вами пока вы сонастраиваетесь и пьете кофеек чайок кто что пьет и мы посмотрим как перестать быть удобным так одна колода коробочку берем и вторая колода почему вы вообще разберемся да хотите быть удобным для начала чем ваша выгода вторичная а потом как убрать эту выгоду для того чтобы перестать быть удобным удобный так мне кажется я готова все в живом формате ритме до проходит вы смотрите как я настраиваюсь то есть я разговариваю с вами и параллельно настраиваюсь на то как перестать быть удобным перестать быть удобным хорошо напоминаю что вся информация которая вам необходимы есть в описании к этому видео к любому моему видео как со мной связаться как приобрести курс древо жизни кому это интересно разобраться в себе понять себя как устроен мир очень много информации я даю на этом курсе он будет полезен не только торологом вообще людям которые хотят разобраться в себе понять себя через этот курс вы сможете немножко поработать собой ну что приступим 1 2 3 позиция голубенькие красненькие зелененькие как обычно и мы с вами приступаем позиция номер один голубенький камешек как перестать удобно быть удобным сначала просто одну карту то чтобы сонастроиться с вами так здесь идут огорчение сожаления переживания утраты слезы льете о том что было когда-то в прошлом и самое главное это было очень ценно и важно для вас и вот произошла какая-то утрата да это скорее всего сейчас ваше состояние да но она была необходима для того чтобы то есть вы знаете вы через этот опыт да вы как будто бы шлифуете себя создаете себя создаете и делаете либо вот эта вот ситуация которой я сейчас говорю да она привела вас к тому что вы стали человеком таким самодостаточным вроде бы открытым позитивным таким жизнерадостным человеком коммуниции коммуникабельным но при этом всегда есть что то что вы не договариваете всегда есть что то что вы скрываете всегда есть что то что вы не показываете достаточно сильный такой человек амбициозный огненный подвижный человек который понимает себя знает что он хочет но к этому вот вы как раз таки и пришли через какую-то утрату что-то очень ценное для себя вы утратили здесь не обязательно какой-то человек либо ситуация возможно как какое-то качество в себе вы тоже утратили на здесь было разрушение как раз таки по башне должно должно было вынуждено уйти то есть все что сложилось в вашей жизни так оно и должно было быть потому что благодаря этому повторюсь и скажу вы стали сейчас той либо тем кем вы стали хорошо в чем именно вы не знаю сейчас либо ранее потому что я вижу что здесь равно какие-то изменения произошли сейчас как бы мы сформируем вопрос в чем вы были удобны до кому-то либо в чем-то в чем вы были удобны смотрите здесь вы как человек достаточно такой проницательный скрывающие свои чувства скрывающие свои состояния вы их не показываете ясное дело здесь был какой-то при при опыт благодаря которому либо из-за которого да вы стали таким человеком достаточно сдержанным холоднокровным в какой-то степени да то есть человек который уже выбирает до стал более избирательным со своим окружением с тем что он хочет жизни кого он к себе подпускает или нет а вот как раз таки в чем вы были удобны так вы были удобны в том что вы достаточно надежный человек и вы могли ждать да то есть человек такой терпеливый человек которого можно было либо сейчас здесь я по времени вам не скажу есть у вас это качество либо уже изменился то вы сами знаете да когда вот вас подсаживали на какие-то ожидания да да когда ситуация не прояснялась да когда вы вынуждены были либо по каким-то причинам своим что-то ждать когда ничего не развивалось возможно это были даже если допустим отношения да непонятно не развивается или нет есть у них будущее или нет вроде бы надо подождать вот здесь вот ощущение некого такого процесса который вроде бы и происходит до внутри но непонятно как он будет развиваться дальше это один момент и второй момент на который вас могли подсаживать это на эмоции то есть вызывали не случайно вы стали королевой мечевой да когда вы осознали что эмоции вот такие вот яркие они для вас достаточно энергетически и эмоционально вообще вот эти вот переживания затратны да безусловно когда нас накрывает эмоции это приятно особенно если они позитивны но в какой-то момент понимаешь что это просто тебя истощает это просто тебя выматывает и и вы как вариант да это тоже одна из причин что вы пришли в мечевую королеву на данный момент да то есть здесь вот на эмоции тоже могли вас подсаживать еще на что в чем в чем удобно и знаете вот ощущение того что люди за счет вас самоутверждались один момент вы удобны в том что вы мотивируете вы даете энергию вы сподвигаете людей на дальнейшее действие на дальнейшее движение развития здесь вот я могу сказать что вы чисто энергетически очень много подпитываете людей сейчас уже такого нет то есть я не ощущаю в поле чтобы такое было сейчас вы как будто бы немножко под закрылись я говорю достаточно избирательный но вероятнее всего что в прошлом да может где-то еще есть какие-то отголоски не именно по этому поводу вы и переживали когда вкладывались в человека да давали какую-то энергию ничего не получали взамен либо получали но что-то вас не удовлетворяло то есть ощущение того что много давали себя а то что получали этого не было равнозначным хорошо и тогда наш основной то вопрос нет прежде чем мы перейдем как к вопросу как перестать быть удобным я хочу узнать а какая ваша вторичная выгода была вот именно в том что вы ждали да либо вы находились в этих эмоциональных качелях здесь какая вторичная выгода король жезлов вам самостоятельно смотрите у вас огромный потенциал по королю жезлов да это вот прям очень такая активный человек должен быть до переполненный идеями до человек который знаете развивается движется вперед лидер по своей натуре но вот вам вот эту вот вашу энергию самостоятельно реализовать по каким-то причинам достаточно сложно выпадает десятка мечей и в этом заключается и ваш урок до пятерка педакли то здесь должно произойти вот такое вот некое разрушение поэтому башня то и было да то есть выводили вас из вашего состояния какой-то вот душевной нищеты до состоянии некого такого внутреннего кризиса не случайно я сказала вот это вот ощущение что как будто бы вами пользуется неравный был амин да вы вкладывались опять-таки вкладываемся в других почему потому что я не вижу своего собственного развития я не знаю как сам себя реализовать и а поскольку у королевы мечей достаточно прорицательная она видит способности других людей то легче было как-то вот знаете помогает другим людям развиваться до вкладываться и как будто бы знаете здесь вторичная выгода через другого человека вы как будто бы получаете смысл и ценность своих собственных действий да вот вот это вот желание других людей самоутверждаться за вас то она в какой-то степени все равно обоюдное то есть вы тоже в чем-то где-то бессознательно да еще раз скажу бессознательного это не понимали вы утверждаетесь то есть когда другой человек например идет в города с вашей помощью с вашей мотивации дали бы как-то с вашей с вашим продвижением вкладом вашим дату где-то внутри глубоко вы получаете внутреннее удовлетворение от того что вот это я сделала да я его слепила я ему помогла где-то вот это вот внутренние да как будто бы через этого человека да вы тоже растете то есть его рост это ваша проекция да что вот вот здесь вот я тоже выросла но поскольку в физическом мире этого не может быть поэтому через другого человека вам это легче сделать что здесь это вот касательно ожидания эмоциональных качелей что касается мотивации то здесь вот здесь вот не хватало вам вторичная выгода да в какой-то во-первых коммуникации а во-вторых в в легкости в движении то есть другим людям у них а нету каких-то тараканов аналогичных вашим которые ограничивают да то есть останавливают человека до от дальнейшего движения у вас есть это где-то вы сами себе не разрешаете двигаться а когда другой человек намного проще легче достигает каких-то целей да вот вы видите вот эту вот легкость развития другого человека что у него получается вы тоже получаете через него внутреннее удовлетворение вот эти вот эмоции то есть с одной стороны вы отдаете эмоции да а с другой стороны вы еще и получаете то есть ваша радость через другого человека это тоже внутреннее себе я не могу позволить себе я не могу быть легкой да себе я не могу быть там двигаться куда-то дальше вот и ваши вот это вот отражение проекция на другого человека до получаете внутреннее удовлетворение чего же вы хотели здесь хочется спросить одну во первых внутреннего примирения до стабильности безусловно вы не только даже тогда хотели вы и сейчас хотите внутреннего знаете какого-то успокоения примирения чтобы прекратилась эта борьба которая вас постоянно настигает сомнений до когда у постоянно не уверены в себе сомневаетесь наверняка людей люди в которых вы вкладывались возможно у них меньше потенциал чем ваш но они более уверены а вот вас единственное что оставляет а останавливает от успеха важно в какой сфере это ваши сомнения это ваше неуверенно в себе вот это бесконечное метание да вот а надо не надо моё не моё а получится вот эти достойные или нет вот эти вот все сомнения вот эти вот мысли не беспокойный такой ум и вот вот ваше желание это внутреннее какое-то вот успокоение до чтобы наконец-таки я прекратила сомневаться да и тем самым вы обретете какую-то стабильность это то что вы хотите ну а теперь главный вопрос да как перестать быть удобным как вам перестать быть удобным и не делать то что вы делали ранее а здесь элементарный элементарно для меня ответ найти как раз кипа влюбленным до найти и определить определиться для себя как вы сможете стать ответственным человеком за свою жизнь здесь вам надо просто взять соответственно за свою жизнь то есть понять что здесь понимаете что происходит вы когда вкладываетесь другого человека все что вы делаете для другого человека он решает до надо ему или нет ну то есть вы что-то рекомендуете говорить а человек принимает решение если его решение совпадает с тем что вы ему даете дату получается вот в этом тандеме очень хороший успех так вот человек которого вкладывать еще он решительный он умеет ну либо они умеют как-то принять решение а у вас нету это ответственности вы передаете знаете даже если например как бы так сказать если даже это отношение дали бы вообще коммуникация с человеком да то вам сложнее взять инициативу на себя и сказать что все ну предложили искать давай мы пойдем туда вы как будто бы говорите что смотри вот я хочу вот это ноте ты решай да пойдем мы туда либо не пойдем что-то здесь такое то есть и вы ждете например какого-то то есть каких-то таких серьезных очень важных моментах вы отдаете ответственность другому человеку чтобы он решал ну типа если ты хочешь быть со мной да то я тебя буду ждать да и мы пойдем дальше допустим по жизни то есть не вы говорите что а я хочу быть с тобой либо я не хочу быть с тобой а вы как будто бы передаете эту ответственность другого человека так вот здесь вот как перестать быть удобным перестать просто делать то что ну вот как будто бы угождать до другим людям берите ответственность за себя за свою собственную жизнь то есть найдите вот это вот удовольствие внутри вас когда вы решаете за свою жизнь не кто-то не отключение что вас просто нет такого опыта вас просто нет такой практики до всегда приходилось кому-то за вас решай да либо вы как будто бы в своем решении опять-таки это ваше понимание зависите от выбора до другого человека либо ситуации какой-то жизненный возможно да то есть здесь вот чувство что вы не не умеете брать ответственность за свою собственную жизнь я не говорю что у вас очень высокий уровень ответственности по отношению к другим людям имейте ввиду но по отношению к себе нет и это вот приносит вам огромный дискомфорт то есть иногда вы даже не говорите другим людям то что вы хотите да вы как-то по умолчанию даете им право выбирать да быть им с вами например или нет хотя допустим вам человек какой-то нравится да либо я не знаю пойти куда-то там там в кино либо в театр не знаю куда-то прогуляться или в отпуск хотя хотели бы пойти куда-то в другое место и это вот опять таки связано с тем что вы не умеете коммуницировать император у нас такой архетип человека который четко знает что он хочет он прекрасный переговорщик и в большинстве случаев даже он может продавливать то есть оставаться очень твердым на своей точке зрения у вас этого качества нету да то есть вы очень быстро ломаетесь прогибаетесь под другого человека это особенно если те ситуации когда вам человек важен из цене до значим но в принципе это вот в отношении до в семейной жизни в личной жизни такое может быть да если мы говорим профессиональную сферу да то здесь вы можете быть еще и упертыми то есть нет я так сказала все это тоже есть совсем хорошо но здесь вот причина в том что вы не умеете брать ответственность за свою собственную жизнь я так хочу я так и буду делать если я не хочу я этого не буду делать у вас нету такого вот вот такая да даже карты не пригодились мак ну окей нет так нет это у нас была с вами первая позиция мы переходим позиции номер два и красненькому камешку сандал пахнет обалденно очень для это за сонастраивать так одну две карты на вас как дело в первом варианте так шестерка кубков и король пендаклей ну вот сейчас просто возможно какие-то у вас идут воспоминания да очень приятные из прошлого да возможно каких-то подарков когда вы получали да здесь возможно о деньгах а заработки до который вас удовлетворял либо какие-то моменты когда вас заботились на когда вам уделяли вот достаточное время когда вы получали телесное физическое какое-то удовлетворение наслаждение это вот вот об этом сейчас на карта мне говорят хорошо в чем вы были удобными для других либо еще и либо ну вообще в чем вы были удобными либо остается так в чем вы были удобными а знаете здесь в том что у вас легко было переубедить вот вас легко было убедить так вы очень быстро зажигаетесь ощущение человека сейчас нет а ранее мне кажется что вот вы были таким человеком достаточно легким на подъем в чем вы были удобными знаете мне хочется сказать что как-то вот вами вами легко было как-то манипулировать знаете почему потому что люди которые либо находятся с вами либо находились неважно здесь мне показывают людей которые знают ваши слабые места а ваши слабое место как краски вот как-то связано с неуверенностью и вот они могли знаете вот вы в своей голове придумываете какие-то вот я не знаю трудности сложности сценарии да что вот это нельзя очень много запретов так скажу вашей голове очень много запретов на все и вот продавливая чудно чувство и выводя вас на чувство вины за что-то вами очень ну достаточно легко управлять и манипулировать и в чем вы удобны еще хочу спросить но вот вашем желании что вы хотите гармонию вы хотите спокойствие вы хотите наслаждение семью чтобы все было хорошо но здесь очень вот страхи выпили луна и отшельник очень много такого знаете скрытого непонятного обманов лжи вы достаточно ранимый человек вас легко ранить и как правило вы не умеете отстаивать свою точку зрения да вы закрываетесь вы закрываетесь и но очень быстро и уходите в себя и вот люди понимая это да и понимая насколько вам возможно ну сложно как-то вот общаться выходить открываться доверять вот здесь вот либо вы сами понимаете насколько вам сложно открываться у другим людям да но сложно в контексте страхов просто боитесь а боитесь потому что не уверены на не уверены себе люди это считывают и очень легко вами управляют еще в чем чем вы удобны и очень добрый человек достаточно такой щедрый вот где-то в какой-то степени знаете немножко скуповатый на что вы хотите стабильность понимаете это вот ваша такая слабость вам легко не дается идти в новое что-то поменять что-то изменить то есть вы удобны в отношениях то есть вы будете очень долгое время терпеть что-то до молчать не будете говорить не будете высказывать свою точку зрения лишь бы что-то не поменялось вот стабильность она она дает вам какое-то вот внутреннее успокоение и здесь получается так что когда что-то новое вашу жизнь входит какие-то перемены да они вас пугают и вот люди это знают что вы не очень-то любите какие-то перемены и могут пользоваться то есть вы удобны и своими собственными такими глубокими страхами может быть какие-то вещи где-то не понимаете стыдно вам спросить уточнить да как-то вот очень много молчит сюда здесь вот молчание нету нету разговоров по душам да даже если вы говорите то как-то вот поверхностно либо вас не слышат либо вы как-то не все говорите вас поэтому люди не понимают здесь нету открытости да здесь очень много вот внутри себя держу да очень много тишины скрытого и вот ну то есть вы идете на разные уступки лишь бы вы не любите конфликты лишь бы не было вот это вот не какой-то вот конфронтации до чтобы все было стабильно чтобы все было спокойно чем ваша вторичная выгода давайте вот я на эти картах посмотрю в чем ваша вторичная выгода вот вашей этой стабильности страха да то о чем мы говорили в чем вторичная выгода вашей опять-таки опять-таки по моему в первой позиции тоже такое было вашей неуверенности до вашей неуверенности и вот такое ощущение до желания быть остаться в тени я не хочу выходить мне страшно да мне страшно выйти мне страшно заявить о себе а поскольку я боюсь это поэтому я и не не выпячиваю свою голову до наружу в чем еще вторичная выгода очень вот лишь бы меня не трогали до лишь бы меня не ранили лишь бы не сделали мне больно вот у меня такое ощущение что знаете вы в какой-то степени превратились в робота да причем робота у которой уже вообще никак не функционирует почему потому что уж слишком ваша душа изранена вот ну хочется сказать не бережете вы себя не переживайте вы себя в чем еще ваша вторичная выгода вот этого вот ваших страхов да ваших страхах ну вот я говорю о неуверенности посмотрите какая карта на мне в принципе впервые выходят да вот я иду по тонкой грани с одной стороны мужчина одна женщина с другой стороны другая женщина и вот здесь вот это вот но неуверенность неопределенность да я не знаю что выбрать да выбирайте за меня сами я это хочу я это хочу и я понимаю что вот эти вот кирпичи вот эта стена по которой я иду она в любой момент может рухнуть и я потеряю все что у меня есть то здесь знаете страх как будто бы ну совершить ошибку и остаться с чем-то одним а вдруг я сделаю неправильный выбор да вот здесь не умение делать выбора да здесь не умение у меня сразу знаете показывают ребенка где-то в возрасте двух-трех лет когда только он встает и начинает познавать этот мир что-то трогать вот ему все время говорят вот это нет нет не трогай нет вот это не да то есть это очень важный момент взросления детей когда они познают мир и вот здесь вот в этот момент видимо ну может быть по рукам кого-то били да и вот это вот я я я не знаю я боюсь сделать ошибку почему потому что в детстве но не давали делать ошибок да то есть не давали попробовать не давали что-то сломать не давали что-то пощупать вот через киноэстетику вот она для вас очень очень важна здесь хорошо и как же вам тогда перестать быть удобным да как же вам высветить вот эти ваши страхи что вам нужно сделать как перестать быть удобным как перестать быть удобным мне хочется сказать перестать постоянно ожидать какого-то подвоха если вы когда ждете какого-то подвоха в силу вашего прошлого опыта вы проецируете прошлое на ваше будущее что это значит давайте я наверное ну то есть эти слова очень часто говорятся и звучат не знаю насколько приходит иногда знаете как бывает у людей вот я слышу какое-то выражение да я его понимаю его сама могу использовать сама могу про это говорить но в голове нету осознания четкого что это не бывает такой момент что услышишь какое-то слово и вот она теперь я понял я как будто бы вот прочувствовал вот это вот выражение так вот здесь говоря о проекции да получается так что вот вы все время фокусируетесь на какой-то опасности то есть все что происходит вы настороженный все время как-то вот знаете присматриваетесь ко всему да вот условно говоря принюхиваетесь то есть вы находитесь на стороже чтобы что-то не было и тем самым вы даете команду своему мозгу ищи именно вот такие ситуации да вот если я все время осторожничаю значит я все время фокусируюсь на этом а когда я фокусируюсь на этом этого очень много остается в моей становится в моей жизни и я притягиваю нечто такое аналогичное то есть вот в таком состоянии когда вы замечаете везде какая-то опасность наверх вы не умеете расслабляться а во вторых вы как будто бы не можете переключиться на что-то позитивное потому что вы должны быть все время на страже да вас нету другой команды мозгу кроме того что будь осторожным до чтобы меня не предали и ваш мозг выполняет эту команду но на другие команды он переключиться не может у него нету нету сил и нету ресурсов вы себя истощаете тем самым да вот смотрите вот сидит заяц значит дверь открыта уже все можно выйти и идти светлое будущее но вот вы находитесь в чулане своих прошлых воспоминаний свои в чулане своих каких-то вот своего прошлого ваше прошлое она сдерживает вы как будто вы знаете сами отворачиваетесь почему потому что не верите вот ваша причина как перестать быть удобным поверить поверить что я могу создать себя создать свою жизнь такую какую я хочу то есть отсекать все то сначала понять что вы хотите а потом отсекать все то что не соответствует этому желанию вашему вы просто держите не умеете да здесь нету вот этого вот нового в навыка вы умеете делать то что вы делали всю свою жизнь давно да то есть быть ну вот таким закрытым человеком быть удобно новой нового какого-то паттерна вашей жизни нету вот вам нужно придумать этот паттерн и поверить в него и начать действовать то есть постоянно фокусироваться на нем потому что если вам не наш там не на чем новом фокусироваться ваш мозг фокусируется на привычном на то что он уже привык ну давайте я посмотрю еще на этой колоде да как вам перестать будь удобной либо удобным тройка мечей вот прожить эту боль прожить и отпустить все хватит зачем ее все время прокручиваете сделать какие-то выводы до прекратить вот это вот скорбить потому что тройка мечей мне очень нравится тройки все тройки у нас на древо жизни они находятся в сфере бина вот и обина это тот уровень развития который находится выше бездны то есть после смерти это то существование до когда у нас уже нету тела так вот тройка мечей у нас говорит о той скорби если мы возьмем с духовной точки зрения на развитие а той скорби когда человек уже покинул это тело да у него уже больше нету тела вам приходит в другое состояние да и просматривая свою жизнь что он сделал что нет он четко понимает что очень много возможностей было упущено почему потому что не к тому стремился не затем гнался не те желания надо было реализовывать да то есть какие то вот здесь вот материальные вещи но в вашем случае это не материально в вашем случае возможно какие-то эмоциональные да может быть хотели общаться с какими-то людьми либо выстраивать отношения либо как-то вас ранее и вот когда ты находишься в тройке мечей когда ты находишься в бине ты понимаешь что для развития души надо было о другом думать не то я совершал и скорби заключается в том что тело теперь нет исправить я ничего не могу так вот подумайте да пока у вас есть это тело пока вы можете что-то исправить но есть вот эта внутренняя боль позвольте себе поскорбить прямо до конца прожить продышать эту боль до ощутить ее полным телом вот прямо на сто процентов а потом отпустите больше никогда к ней не возвращаться никогда даже когда мысли будут появляться просто гоните их прочь силой воли своей потому что вы не прожили а почему вы все время возвращаетесь к тройке вот здесь такое ощущение что вот вам нравится нравится это делать почему потому что хотите любви хотите общение здесь у вас хотим вы знаете у вас есть такая потребность до оцени меня до пойми мою ценность посмотри какая классная посмотри какая я верная кая преданная какая чистая душой да оцени здесь вот это вот какое-то внешнее признание вас самих опять-таки ваша внутренняя проекция потому что вы сами себя не признаете и вы просите эту оценку а вас никто не оценивает да то есть никто не принимает никто не видит вашу красоту во-первых потому что вы не показываете во вторых потому что вы ее сами не понимаете да и здесь нужно начать самого себя да вот 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 эту вот внутреннюю любовь которую вы хотите направить вовне вы ее сами себе сначала дайте наполнитесь потому что здесь вот да и выпадает императрица станьте сначала таким человеком для себя да научитесь жить в удовольствие получите вот эту вот уверенность в себе как ее получаешь через поведенческие какие-то модели новые которые вы должны в себе взрастить это вам опять-таки нужно понимать что вы хотите каким человеком вы хотите стать хотите стать уверенным что входит ваше понимание уверенности что вы должны сделать начинаете коммуникацию с человеком сдавайте себе внутри вопросы я сейчас выгляжу уверенным человеком я сейчас верю в то что я говорю то есть постоянно наблюдайте за собой это работа это не то что как-то вот один раз вам пришло осознание его по меня нет вам нужно наблюдать за собой можете спрашивать у людей которым доверяете которым верите как я выгляжу со стороны почему я выгляжу неуверенно в чем это выглядит может быть вы когда разговариваете я не знаю переминаетесь ноги на ногу то есть вот какое-то ваше ну какие-то ваши телодвижения они показывают вашу неуверенность вы же не случайно это излучается так старайтесь менять ну то есть у нас здесь перемены идут всегда только через поведенческие какие-то модели которые вы должны отслеживать ну вот вам выпадает туз мечей во-первых вы должны быть честными собой в первую очередь да то есть отрезать когда вы чувствуете внутри себя что вы опять начинаете жалеть себя отрезайте это прекращайте себя жалеть я бедные несчастного это тройка мечей скорбь у меня жизни сложилось у меня проблемы у всех проблемы жизнь такая но вы что выбираете вы выбираете постоянно прокручивать эти проблемы либо создавать свою жизнь как-то более позитивно за вас никто это не сделает здесь вот решительности не хватает а решительности потому что нет уверенности я не уверена почему не а я не знаю что я хочу потому что я никогда в своей жизни не решала за себя так вот может быть с этого и стоит начать до совершать какие-то маленькие маленькие шаги до сначала в своей решительности и вот выпадает аркан силы даже не выкладывая карты то что я вам говорю карты подтверждают это силы воли внутри не хватает до не жесткостью как-то укращать вот эту силу до не нахальством не хамством по отношению к другим людям а через милосердие которые у вас есть только она у вас есть через край да то есть через край вы слишком верные через край вы слишком там преданные через край вы слишком добрый не надо то здесь нужно ну где-то вам не хватает внутренней силы знаете где-то вот сказать нет не умение говорить нет а она не приходит просто так если вы не начнете это делать да то есть вы своим милосердием управляете внутренние вашей силы вы направляете туда куда нужно вам не хватает силы не физической силы а сила духа если она у вас есть вы сейчас со мной разговариваете гордина у меня есть так проявляйте ее не бойтесь не бойтесь говорить нет не бойтесь отрезать очень очень много страхов начните с чего-то постепенно малого чего-то вот такие вот у меня были двоечки мне писали двойки о том что что-то вы стали мягкой или не сегодня мне кажется я немножечко пожестила с вами да вот прям была такая потребность что удоражить вас переходим к тройкам две карты на то какие вы сейчас что нам скажут про сейчас и потом посмотрим как вам перестать быть удобным так двойка кубков и семерка пендакли что вы здесь ждете чего вы ожидаете здесь как будто вы знаете вот ощущение какого-то знака получить какой-то знак чтобы двинуться дальше как-то к своей цели сейчас я выровняю сейчас я с гармонизирую сейчас вот как-то вот я внутри себя успокоюсь и я двинусь вперед да то есть я буду я начну действовать здесь вот что-то такое хорошо в чем вы хотите быть ли вы являетесь удобным человеком интересно два великих аркана смерть мир девятка кубков а вы в чем вы удобные смерть говорит о завершении а естественном процессе до трансформации аркан мира у нас говорит также о завершении до какого-то цикла какого-то периода в своей жизни в чем вы удобные в том что вот вы как будто бы что-то не хотите завершать до тех пор пока вам это выгодно пока вы получаете какое-то удовольствие от этого может быть некомфортно вам может быть неприятно но вам это известно и вам это знаете когда ну в зоне комфорта до не хочу я развиваться не удовлетворяет да вот как-то не дуя дальше не нужно мне это вот здесь вот об этом в чем вы удобны в том что не идете проще говоря дальше для кого такое удобство что вот вы не развиваетесь да ну во первых здесь может быть как-то вот для ваших детей да тоже здесь шут выпал а во вторых это может быть для людей с кем вы как-то вот что-то строить сюда что-то делаете это также может быть для для ваших как-то конкурентов да очень выгодно очень удобно что вы не меняете что вы не проходите трансформацию да что вы чего-то не завершаете вы находитесь на как-то вот на одном своем уровне вы понятны вы как-то знаете вас объяснить считать легко ваше поведение поэтому окей вы удобны так хорошо что еще вы делаете что вы удобны для других людей ну четверка жезлов да вы не двигаетесь вы такой достаточно позитивный человек храбрый веселый такой заряжающий может быть как-то вдохновляете других людей до дарите им какие-то свои идеи но при этом вот с вами комфортно с вами приятно приятно повеселиться приятно пообщаться куда-нибудь съездить на отдых на какой-то пикник вот в этом вы удобны возможно в каком-то веселье удобны в каком-то наслаждение удовольствие вот в этом вы удобны хорошо для вас какая здесь вторичная выгода конфликт и тушь кубков не поняла когда хоть до троек дела почему-то я все время ничего не понимаю ничего не понимает в чем здесь вторичная выгода на вы хотите смотрите сейчас вы хотите прийти гармонии а вторичная выгода заключается в том что есть внутри вас какая-то борьба какое какое-то неудовлетворение до разрушения разрушения какого-то мыслительного процесса слова жесткие говорятся это разрушение происходит для того чтобы вы как будто бы вышли из какого-то своего застоя как будто бы знаете вас провоцирует специально на что-то чтобы вы среагировали и начали начали движение а вы не хотите вы хотите быть в тузе кубков вы хотите гармонии хотите спокойствие радости счастья вы не хотите двигаться почему вы не хотите дальше двигаться что тут идет движение движение дальше небезопасно и да то есть вообще двигаться по жизни небезопасно узнаете очень удивительный момент по троечкам вы очень харизматичные очень яркие здесь какое-то изменение в позициях произошло я не узнаю тройка здесь знаете что произошло то что вы вообще люди которые выбирали третью позицию они по своей природе такие достаточно лидеры да но здесь произошло что-то что вы как будто бы успокоились вы какие-то перемены произошли и вы хотите гармонии вы уже не хотите воевать вы уже не хотите как-то с кем-то ссориться и вы понимаете почему то вот у вас такая вот модель поведения что для того чтобы двигаться дальше надо все равно как-то отстаивать себя да надо как-то конфликтовать надо что-то разрушать надо что-то менять вот это вот достаточно агрессивная энергия марсианская она вам уже не близка на то есть то когда я говорил о том что тройки они в доспехах и гигей поехали завоевать завоевывать мир да как амазонки то здесь это сейчас уже все я я уже я хочу спокойствие я уже не хочу как-то кому-то что-то доказывать я уже не хочу как-то вот выделяться я уже хочу чтобы на меня вообще никто не смотрел до оставьте меня в покое вот здесь вот какое-то вот такое состояние чем еще здесь вторичная выгода бессознательная вот смотрите как мир до мальчик молодой у него за спиной меч на всякий случай да как защита и он вот сталкивается с такими стражами да с мечом и как как дальше двигаться вот чем вы сталкивать то есть вы как будто бы не то чтобы как-то и устали вы знаете как будто бы вышли на новый уровень а на этом уровне достаточно сильные крокодилы появились на вашем пути которые сильнее вас то есть те которые были маленькие крокодильчики на более мелких уровнях вы как-то с ними договаривались а здесь какие-то вот гладиаторы огромные появились и и вы понимаете что вы им не ровня да то есть и здесь как будто бы какой-то страх и я не хочу не я не хочу конкурировать я не хочу что-то делать я вот оставьте меня в покое и вот это вот ваше в покое для ваших конкурентов она выгодно потому что вы не движетесь вы никуда не развиваетесь в чем еще ваш бессознательный сценарий быть удобным вот в чем как будто вы не хотите себя собрать да вы не хотите быть целостным человеком почему время почему почему вы не хотите быть целостным да какой-то страх время боитесь потерять что вы здесь боитесь потерять почему мне эта карта вышла вы боитесь как будто бы релиза что не сможете не успеете реализовать свои желания либо они какие-то вот здесь страхи выходят хорошо покажите тогда с чем связаны страхи вот чем страхи связаны смотрите какая глыба глыба ледяная фигуре с фигурами мужчин и другой мужчина цветной да он поднимается наверх чистая конкуренция почему вы боитесь конкуренции что здесь за бессознательный сценарий да поэтому вы и стали удобными то есть для того чтобы ответить на вопрос как перестать удобно вам нужно понять что здесь сценарий я никак не могу его докопаться до него что здесь за сценарий почему почему творчество да все никак не можете реализовать да как-то свое состояние души и творчество вот подружиться с собой не можете посмотрите одна девочка одета как обычно другая как амазонка да вот как будто бы две подруги либо это вы и опять вы вы снаружи вы внутри как будто внутри себя не можете что-то примирить на что вы не можете примирить так действование здесь показывают да что вот все как будто бы знаете вас тащили всегда в детстве состав заставляли делать то что вы не хотите и вы как будто бы уже привыкли почему потому что ощущение того что то что хочу я на самом деле она не реализуется вы как будто бы не верить в то что анализу вы все время делали то что вам говорили мама говорили мама говорила мама хотя сказать говорили другие говорила мама у вас такое такая знаете уже привычка как будто бы стали вас приучи я уже делать не то что ты хочешь а то что правильно то что нужно и это правильно нужно для других людей вы как будто бы для себя не видеть уже никакого дальнейшего продвижения на здесь на самом деле девушка стоит над проб на крайние пропасти да и здесь выкат вот тот уровень на котором вы находитесь сейчас это все это уже завершающие уже здесь нету дороги вам уже нужно выйти вы как будто бы на пике стоите вам нужно выйти на какой-то другой уровень а на другой уровень я не иду почему потому что я вот боюсь осуждения я боюсь критики почему потому что вот так было всегда в детстве меня мама все время тащила куда-то и говорила надо делать то что мама хочет а я этого не хочу и поэтому если я пойду против воли мамой против воли на своих каких-то конкурентов меня за это накажут вот он ваш бессознательный сценарий поэтому я ничего не буду делать поэтому я буду удобным да тогда меня будут все принимать я не буду как-то развиваться не буду действовать и все будет окей ну а то что я не могу реализовать себя ничего страшного я уже привык вот что-то здесь такое такой такой сценарий хорошо как перестать быть удобным знаете здесь выпал рыцарь пендакли и у меня сразу картинка такая рождается чтобы перестать быть удобным нужно выбрать свою какую-то цель того что вы хотите и тупо невзирая ни на что не спеша очень медленно как осел идти в гору по направлению к своей цели почему я сказала как осел потому что у нас здесь грецы есть один остров где вот как раз таки пользуется ослами потому что таскать мешки в гору достаточно сложно вот на них значит надевают эти мешки и осел медленно-медленно не спеша идет горы он свою цель и достигает вот здесь вот мне какая-то вот такая вот аллегория да то есть я не спешу здесь главное никуда не спешить шаг за шагом знаете вот какая-то пускай это будет рутина король рыцарь педакли это карта которая она самая медленная сама по себе но при этом рыцарь педакли он верен себе он очень надежный человек вот вам нужно стать таким надежным человеком для себя не то чтобы вас легко как-то с панталыку сбегава сбивали свои цели сбивали они на что не обращаю внимание никому ничего не доказывая никому ничего не показывая не конкурируя я извиняю за выражение забейте на всех делайте то что вы делаете это очень медленно не спеша потому что когда вы начинаете что-то быстро сделать вокруг вас появляется какая-то активность и вы привлекаете к себе внимание появляется критика у вас руки опустились вот здесь этого делать не нужно не спеша почему преодолевая до чтобы иметь какие-то ресурсы потому что если вы быстро вы перегораете здесь у меня выпадает четверка мечей которая говорит о том что если вы будете делать именно медленно до ну вот в комфортном для вас режиме чтобы не включались никакие страхи не включались никакие сценарий так главное просто делай да вот маленькие какие-то действия а здесь нужна дисциплина здесь нужно нужно постоянство понимаете здесь нужен какой-то режим чтобы не выбивала вас из вашего ресурсного состояния и прийти к пожил педагли к ценности себя да то есть понимание вот все что я делаю я делаю это для себя я хочу делать то что я хочу что я вот делаю да то есть я понимаю ценность этого мне есть такое ощущение что вы даже иногда вот ну не понимаете ценность страхи до страхи страхи связанные с рыцарем кубков что как будто бы знаете я распылю вот эту вот свою душевную гармонию я так трудно и так сложно собираю себя по кусочкам что ну вот я не хочу расплескать этот кубок который держу да я хочу его отдать тому человеку которому я которого я выберу да поэтому рыцарь кубков он тоже не может быстро скакать потому что в себе вся вода из кубка она разольется то есть вы как будто бы бережно относитесь к своему вот этому состоянию души надо относиться скорее всего так куда же без нашего дьявола и завершить и завершить взаимосвязи с дьяволом в каком контексте у нас вышел дьявол звезда начните реализовывать тройки теперь мои тройки вернулись какой-то момент я испугалась думала потеряла вас в раскладе вернулись тройки вернулся дьявол вернулась звезда начните реализовывать свое желание начните реализовывать свою мечту вот пока вы не встанете на свой путь именно путь того что вы хотите что хочет ваша душа будет все то что я сказала до этого до предыдущий момент как вам перестать быть удобным слушайте свое сердце слушайте свою путеводную звезду внутри вас на и на этом пути дьявол до его задача ставить вам палки в колеса чтобы проверять действительно вы это хотите либо это какое-то вот на навеянное кем-то ваше желание то есть смотрите это ваше желание либо вы опять включаете сценарий детский когда мама вас ведет туда куда не надо когда вы где-то поддались на давление какого-то венья не знаю какой-то моды да может быть может быть там социальных сетей либо еще что то то есть у вас есть четкий путь чтобы не было вот не знаю за рубите себе на носу тройки вы прекрасно знаете свой путь мне не надо вам говорить вы знаете то что вы должны сделать вы от этого периодически отклоняете до тех пока вы отклоняетесь вы не встанете на свой путь и вас будет мотать то есть знаете вот когда вот выходите в поток состояние потока силы минимальные потому что сам поток он вас выводит туда куда вам нужно так вот вот ваш путь это поток в который вы должны попасть а вы периодически от этого потока убегаете если вы вне потока то очень много сил тратить энергетических у вас нету этого удовольствия которое вы в принципе хотите вы до чего начали с двойки кубков вы хотите прийти к этому состоянию гармоничному да вы хотите уже перест не хотите уже конфликтовать ни с кем да вы уже устали уже причем конфликт это не внутренние внешний а ваш внутренний вы сами собой перехать устали воевать да что-то себе доказывать постоянно так водите в это состояние встаньте на примите наконец-таки вот эту свою путеводную звезду своего душевного состояния встаньте на этот путь и идите четко и никто чтобы вас не сбивал проверки будут очень жесткие будут проверки но когда вы знаете к чему вы идете вас с пути сложно будет сбить а пока вы еще не встали то есть потом вас поток сам вынесет куда нужно а пока вы идете сами а если вы сами с усами умные такие поэтому на вашем пути будут сложности то есть вам свыше никто не будет помогать потому что вы не в потоке водите в поток вам говорят и вас отведут туда куда вам надо вы нет я боюсь поток да я сам будет таскать да то есть я не отдам свой груз этому ишаку который был горы все это понесная сам на себя то есть я сам буду шагом и я сам буду нести вот такой грубый пример но вот чтобы вы понимали то что я сейчас ощущаю да то есть вам говорят более простой способ и сложные сложные это не ваш потому что сложный ложью есть легкий вы хотите с ложью да то есть то что не ваша вот троечки мои дорогие такой был расклад благодарю вас всех за внимание за ваши лайки за ваши комментарии внимание за то что вот это вот новая мода которая мне нравится когда вы просыпаетесь вместе со мной с выходом моего расклада вот и просто так уже не то чтобы даже послушать там расклад а просто знаете как это я сталкиваюсь с людьми у меня дома нету телевизора уже давно но я знаю людей которые просто включают телевизор он там начинает что-то болтать да просто как успокаивает да многие люди так засыпают включать телевизор вот он там что-то говорит а потому что она сложно в тишине да то есть не любит тишину гнетет она их вот и они засыпают по телевизору вот а я так поняла что есть подписчики которые со мной утром просыпается под моей болтовню и я как это сегодня такая желтенькая да как канарейка что-то там щебечу и настроение типа поднялось и все хорошо ну то есть мне это нравится да то есть ваша вовлеченность что вы меня ввели уже в круг вашей семьи ваших друзей до вашего пространства и я вам очень очень благодарна за это на самом деле потому что это дорогого стоит ваше доверие сами понимаете как трудно выстраивать доверие как легко его разрушить я буду я вам благодарна за ваше доверие за то что вы утро начинаете с моей просто хотя бы болтовни да либо просто то что вы мне пишете или не доброе утро либо добрый день меня это очень радует ну она напоминает мне найти какие-то такие фильмы где есть еще вот это вот какие-то районы когда все друг друга знают вот тут там встречается да доброе утро там как ваше настроение как ваши дела что-то такое родное вот атмосферное мне вот это вот что-то такое веет от этого всего вот и я поэтому улыбаюсь меня это радует как 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 близкие близкие знакомые на это все я благодарю вас за внимание до новых раскладов пока пока